Азербайджан 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 Как с точки зрения организации ТЭКО по содержанию, мероприятие КОП-29 организовано на очень высоком уровне. Сам факт участия 80 мировых лидеров и представителей 196 стран говорит о значимости этого события. Азербайджан 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 экосистемы, думать о сохранении биоразнообразия и в целом решать все климатические проблемы, мы можем только объединиться и делиться опытом, интегрировать наши возможности, учиться друг у друга, быть открытыми для решения этих вопросов. Следует отметить, что уже в первый день климатической конференции КОП участникам удалось добиться впечатляющего прогресса по одному из самых сложных вопросов в борьбе с изменением климата в статье 6.4 Парижского соглашения. Стороны согласовали строгие стандарты централизованного углеродного рынка под эгидой ООН, обсуждения по которому шли более 10 лет. Достигнутая договоренность по пункту 6.4 Парижского соглашения открывает перспективы для международной торговли квотами, считают эксперты. С учетом тех решений, которые были приняты вот сейчас на этой площадке, я считаю, что Азербайджан со своей гостеприимностью, той великолепной организацией, которая присутствует на этом форуме смог добиться того, что не получалось у многих стран на протяжении целого ряда лет. Ключевая вещь, что все стороны смогли договориться по пункту 6.4, а это по сути открывает серьезный потенциал для обмена углеродными единицами, взаимной торговли квотами в рамках Парижского соглашения. Поэтому я считаю, что Азербайджан и этот форум, который сейчас здесь произошел, во многом станет определяющим на ближайшие годы. Были также озвучены заявления международных структур по определению новой финансовой цели. Данный вопрос особенно важен для развивающихся стран. Иными словами, уже в первые дни покинская площадка зарекомендовала себя как крайне эффективная. А ведь впереди еще неделя обсуждений.